Та же самая трасса, та же самая гонка, казалось бы, но какие разные результаты. В общем, как говорится, картинка смешная, ситуация страшная. Здравствуйте, с вами диванный голос Формулы-1, и спустя всего неделю после первого гран-при этого сезона Формулы-1 вернулась, чтобы разыграть новый большой приз, правда, на той же самой трассе. С небольшой лишь разницей, то было гран-при Австрии, а это у нас тут гран-при Штирии, но там же. А чё бы и нет, штирийцам было приятно. Ну а у нас с вами, как всегда, по традиции в начале этого видео, обзор. Стандартный. Но не спешите звонить санитару. В начале гоночного уикенда пилоты выезжают на тренировки, где происходит всякое. Субтитры создавал DimaTorzok А в игре всё равно я. В субботу квалификация. Задача показать лучшее время на круге за отведённое время. Ну, а после поделиться мыслью. Я тут вот что подумал, Мерседес, это же слишком сексистское название, надо менять. Пока думал, чё-то ехал-ехал, так круг и закончился. Чё-то я не понял, мы нахера столько ждали то. Сезон откладывали, чтобы вот он так вот унижал нас. Я надеюсь, он хоть не заметит, что у меня маска белая. Ёб вашу мать, что у меня с носом. Нет, работу не нашёл. Но старик один, сказал поможет. Типа не бесплатно. Я ему деньги на Сбер перевёл уже, но он пока не перезванивал. Надеюсь не кидало. Чё-то на мальчиков потянуло. Видали как могу? Дайте мне нормальный Мерседес. Сразу покажу, на что способен. Да не поможет Мерседес. Задолбали, держит твит в изаперти неделю же. Я домой хочу, борщ, водка, селёдка под шубу и свитер. С линьами. Мне жена сказала, морщина у меня. Теперь так хожу, разглаживаю. Никому не было до меня никакого дела, пока я не надел маску. Ну а в воскресенье гонка. Обрушившийся накануне в тихую и уютную местность, в которой и расположена трасса Red Bull Ring дождь, да даже не дождь, знаете ли, а самый натуральный шторм, значительно снизил температуру в округе, позволив в гонке отыграться тем, кто в первой во время жары жаловался на перегрев всех возможных узлов и агрегатов от двигателей до тормозов. Лучший круг в гонке оставил за собой Карл Сайнц, пилот Макларен, 1.05.619. Третье место занял Макс Ферстаппен, после финиша признавшийся, что в этот раз на большее рассчитывать было бы очень трудно. На втором месте Вальтери Боттас, сохраняющий при этом лидерство в чемпионате, но выиграл, безусловно, доминирующий большую часть уикенда, унизивший всех в дождевой квалификации и безупречно справившийся с дистанцией гонки Льюис Хэмильтон. Арфи нет! Возьмите бубен, нет батута, бублик есть! Если рядом нет девчонок, можно и на себя влезть! На этом среднестатистический обзор гонки все. Переходим к мыслям. Поехали! Привет! Здорово! Согласитесь, это же здорово! Вот только-только закончилась гоночная неделя, просыпаешься в понедельник, а она снова началась. С чем вас, собственно, и поздравляю, ведь эта неделя уже тоже гоночная. Вот дает. Ну, и так как у нас совсем мало времени до старта третьего уже гоночного векенда Формулы-1 сезона 2020, давайте же скорее обсудим вторую гонку. Гонка, которая, казалось бы, могла бы стать точной копией первой, ибо проводилась точно там же, на той же самой трассе. Но это лишь на первый взгляд. Ибо, во-первых, гонки эти проводились в совершенно разных условиях. А во-вторых, в таких уникальных условиях, как сейчас, сильные сделают вывод из своих ошибок и поймут, что надо поправить и поедут быстрее, а слабые хотя бы попытаются что-то сделать, какие-то выводы там. Ну, а дураки ничему не научатся и, возможно, еще больше накосячат. В любом случае, у нас снова были гонки. Да, в этот раз не было безудержного экшена, но локальных битв на трассе все же хватало. Причем, казалось бы, что чаще всего они происходили именно между партнерами по команде. В общем, давайте о всех по чуть-чуть и по порядку. Фивенс. Вряд ли найдется человек, который не согласится с тем, что Джош Рассел в эти выходные был просто выше всяких похвал. Выше напарник по команде, выше, во что вообще трудно поверить, даже некоторых соперников с совсем на другой технике. Ну и, конечно, порой даже кажется, что выше себя. И вот это вот последнее его, скорее всего, и подвело. Стараясь изо всех сил, Рассел ошибается в самом начале гонки, вылетает в гравий и окончательно и бесповоротно руинит себе всю дальнейшую гонку. Да, но он хотя бы финишировал, а это, знаете ли, не всем в этот раз удалось. В любом случае, эта гонка – это опыт, и она в любом случае пойдет на пользу. Рассел, опять-таки, в любом случае громко заявляет о себе, и он в любом случае на виду. Мерседес в любом случае готовит достойную замену старикам. Ну, уйдут же они когда-нибудь в конце-то концов. Но при этом, при всем, Латифи в турнирной таблице чемпионата после двух этапов находится на более высокой строчке. А вы все говорите «рентач, рентач». А что, где кубицы-то? Хаас. Слушайте, ну, вы меня извините, пожалуйста. Я в прошлый раз дословную цитату Штайнера запикать забыл. Ну, ты индеец. Потом сижу такой на комментарии, отвечаю, на фоне там видео крутится, и тут я просто реально краснею. Ужас. И с другой стороны, понимаете, ну, это же цитата, а из песни слов не выкинешь. Впрочем, сегодня я его цитировать вообще не буду, потому что если я в этот раз забуду запикать, то на видео придется 18 плюс вешать. Факин факом, знаете, тут не обойдешься. Ведь эти выходные для Хааса выдались, может быть, и лучше предыдущих, но лишь потому, что ничего не отрыгнуло в гонке. 12 и 13, при условии того, что не все еще доехали. Опередив лишь Вильямсы, да заблудших Джейнаци сгасли. Не, не к такому мы, ребят, привыкли. Не такого мы ожидали от команды, которая привыкла нас удивлять. Не такого мы ждали от команды, что еще вчера все называли клоном Феррари. И не такого ждет и сам господин Хаас, скорее всего, сдается мне. Да, извините меня, пожалуйста, но мне кажется, я слово в слово пересказываю сценарий прошлого обзора. Но это же правда задница какая-то. Все та же самая задница. И выбираться парнем из нее будет все труднее и труднее. С таким темпом они даже тракта хороших нам не покажут. А дым-шоу там от заблокированных на торможении покрышек, ну это такое себе развлечение. Единственный плюс, говорят, резину хорошо экономят на такой скорости. Прям бережет. Ну, так а и че толку? Феррари. Да, на третьей строчке снизу и че? Да. Докатились просто. Тьфу, блядь. Почему бы, например, взять и не поехать еще медленнее, чем неделю назад? Или вот почему бы, например, не взять и не выпилить друг друга на первом же круге гонки? Или вот почему бы, например, не сойти сразу двумя машинами после этого? А почему бы, например, после двух гран-при не иметь ни одного очка в зачете? Ну, а, ой, Леклер же финишировал вторую неделю назад, да? Точно. Да кто это помнит-то, блин, уже, а? У нас же вчера как так вот, если все хорошо вчера, так любимчик, а сегодня накосячил, так днарь сразу, гнать метлой поганой. Или все-таки к Леклеру-то помягче будут? А вы че скажете? А у нас пятерочки скидки. Да, гонки не выигрываются в первом повороте, как и не выигрываются они ни во втором, ни в третьем. Но Скудерея Феррари изголодалась по победам. Да и вообще загнала себя в такие рамки, что ее пилотам ничего не остается, как идти на риск. Как пытаться вырваться куда-то вперед как можно скорее, чтобы хоть что-то попытаться отыграть на финише. В первой гонке ошибся Ферр, во второй гонке Леклер, но как мне кажется, ошиблись в Феррари. И ошиблись они не сейчас, а довольно давно. Че там, закончился этот позор? Альфа Ромео. Ну а вот эти парни немного ускорились. Вновь не получилось всего загаданного и задуманного, но в общем и целом прогресс пошел. Не сумасшедшие, без претензий на победу уже завтра, но все же прогресс. Кимми, возможно, из-за очки бы поборолся, но как оказалось, на последних кругах был вынужден экономить топливо. А это, как вы понимаете, для любого гонщика сродни смерти. Еще чуть не заглох на первом круге. Ну, правда, пока оттормаживался в пол, чтобы этих джигитов на Феррари не влететь, но электроника отработала, все в порядке, все хорошо. Ну и ладно, хоть на этот раз ничего не отвалилось. Так ничего хорошего не отвалилось в гонке и дживинации. Ехал-ехал, и в итоге даже до Хасов не доехал. У него какая-то феноменальная особенность. Очень хорошо проезжать первый круг, и на этом, собственно, гонку и заканчивать. Не в прямом смысле, а в смысле, что потом он все эти отыгранные позиции и хороший темп кому-то раздаривает. И снова Альфа, но в этот раз Таури. Че Таура? И в этот раз, чуть стабильнее, намного везучее и несколько быстрее оказался Квят. Квяту, надо сказать, с везением, видимо, в жизни чаще не по пути, чем по пути. А везение для гонщика штука такая, слишком уж важная. Прям очень. Хорошо, что в этот раз все так. И не врезался ни в кого, и не сломал ничего, и даже очко привез. Целое. Мое очко достанется Хрусталеву. Звучит обнадеживающе. Потому что у Гасли вот в итоге, после небольшого столкновения с Рикьярда, что-то там сломалось, и темпа больше никакого не было. Ну, почти никакого. В общем и целом, для Альф, в которой Таури, гонка вышла боевитая. Квят говорил, вообще задолбался ото всех отбиваться. Ладно там Хасы да Альфы, так еще и Гасли лезет. Еле ноги унес, короче. Рено. Рено к говну. Это еще одни весельчаки, подарившие нам несколько красивых дуэлей между друг другом. Вообще, конечно, сердце каждый раз драгивает, когда на трассе, вот в честную, начинается борьба между напарниками. Одновременно и радостно, и немного нервничаешь. Хорошее ощущение, в общем. Ну, и гонка, в целом, для Рено вышла неплохая. Ну, ну как. Акон был очень хорош, но это автоспорт и технический исход тут не редкость. Это просто мы отвыкли. Формула-1 последних лет становилась, ну, очень надежной, но вот Формула-1, в свою очередь, отвыкла гоняться тут на выходных, на этих вот длинных. И вот вспомнила, как ломаться. Да, на второй гонке технический исход всего единственный, и, к сожалению, это именно окон. Но, тем не менее, я повторюсь, я люблю, когда в гонках случаются какие-то вот технические неполадки. Так гонки выглядят, что ли, более честными. Ну, в общем плане. Но только по телевизору, вот, люблю, да. А вживую нет, особенно на собственной шкуре. Все эти поломки, знаете, штука действительно неприятная. Вы уж поверьте, я знаю, о чем говорю. Что же, да Дэна, ну, хорош. В общем и целом, хорош. Но в этих обстоятельствах были парни и побыстрее. В том числе, Строл, например. Но зато какие же моменты на последних кругах это нам подарило. Кат, давайте к ним и перейдем. Рейсинг-поинт. На второй гонке машины начали реализовывать свой потенциал. Ну, или парни просто, наконец-то, начинают понимать, как на них ехать. Начинают, но, знаете, не сразу. Перес, вот, например, запокапил квалификацию так, что ринулся в бой с самых низов. Ну, зато этим же он подарил много радости и четвертую в карьере победу в квалификации Стролу. Но зато потом... Серхио недаром стал гонщиком дня. Невероятный прорыв сквозь весь пелетон. И такое, знаете, вот недавно еще совсем могли подарить нам только пилоты топ-машин, оказавшиеся на дне в случае поломки или еще какой-нибудь другой ерунды, помешавшие им нормально квалифицироваться. Впрочем, если верить слухам и собственным глазам, Рейсинг-поинт топовой машиной и является. О чем, кстати, не забыли пожаловаться фео-парни из Рено. У них, знаете ли, там старый счет с ними. В общем, совсем скоро мы узнаем, все ли необходимые узлы и агрегаты болида Рейсинг-поинт были разработаны самостоятельно и, собственно говоря, легально ли это все. А сейчас? Сейчас очень крутая гонка для Серхио и не менее крутая гонка для Стролу. Перес в итоге, конечно, немного начудил, и вы не поверите, досталось снова Албану. И вы уж точно не поверите, досталось ему все в том же самом повороте. Я уже даже представить не могу, что у него там в голове творилось в этот момент. В общем, поинты прям молодцы в этот раз, но пока они там на последних кругах бодались между собой, к ним подобрались Макларены. Не перестаю радоваться Макларену на старте этого сезона. Очень хочется верить, что кривая графика наконец-то вновь пошла вверх. Потрясающая скорость, потрясающая стабильность и потрясающие пилоты. В общем, знаете, в Макларене ощущение такое, что строили, строили и, наконец, построили. Ура! Но если бы Ланда Норриса не существовало бы, его необходимо было бы придумать. Этот простой стример Твича, недавно взобравшийся на подиум Формулы-1, и в этой гонке был неплох, и вновь оказался в нужное время и в нужном месте. А самое главное, сделал все настолько правильно и настолько грамотно, что сложно усомниться в его крутоте. Три позиции за один последний круг. Это было невероятно. Сайнс также провел потрясающий гран-при, под конец вырвав еще и лучший круг. Куча очков для Макларена и Ланда на третьей позиции в чемпионате. О чем еще можно мечтать? Но точно известно, о чем может мечтать Албан. Настроить машину под себя, и чтобы его не лупили уже в этом чертовом, блин, повороте. Ну хватит, правда, ну задолбали парня уже, а! Ну, и если со вторым все просто, F1 наконец-то покидает Австрию, то с первым дела обстоят туго. Не очень-то вышло тягаться с Максом у Гасли, и Квята с Рэдбулом вообще в статусе стоит, все сложно. И сколько вот надежд было на Алекса. И вот в первых гонках он же пытался показать себя, совершая порой со стороны, кажущие себя вообще безумными маневры. Но вот новый сезон. И снова между Максом и его напарником пропасть. И уже не важно, какая у этого напарника фамилия. А если нет разницы, надо ли их там менять местами. Ну кто там уже будет близок к Ферстаппену-то? Ну кого брать? Если только Фетт... Кстати, стало ясно, что на прошлом Гран-при Хонда не разрешала использовать свои двигатели на максимум. Ну, не то чтобы они их вообще когда-либо разрешают так использовать, но тут прям вообще нельзя было. Но в этот раз обещали побыстрее. Но снова не сильно помогло. Макс сказал, что быстрее он лично точно бы уже не смог. А он, между прочим, тут всегда был очень и очень силен. В общем, быки в этот раз были лучшими из худших. И даже приехали сразу же после безоговорочных лидеров. Но как по-разному они приехали. С одной стороны, да, Албан выполняет поручения. Финиширует максимально высоко от возможного. Но насколько же он медленнее Макса? Настолько же, насколько Боттес был медленнее Хэмильтона в этот раз. Сума воск сраная. Мерседес. Случилось, совершилось, произошло. Возвращение черного властелина. Я же могу говорить, что он черный. Господи. Все это выглядело не как победа, а как унижение. Я имею в виду вообще все. Все, начавшееся еще в квалификации, когда равных Юитсу просто и рядом не валялось. Ощущение, что пока все объезжали лужи, он просто летел над ними сверху или вообще ехал по какой-то другой совершенно сухой трассе. Ну а дальше, дальше гонка. Грамотный старт и вот оно, любимая поза доминатора. Лидируешь, отъезжаешь, контролируешь. Круг за кругом. Очередная самая тяжелая гонка в его жизни. Мерседесы. Я правда удивлен, что они еще не весь пелетон на круг объезжают. Откуда такая плотность-то у нас? Ботас в этот раз сделал все, что мог. Не сдерживаемо Льюиса на этой машине не догнать, это точно. Тут и второе место победы. К тому же в чемпионате, пусть он лишь только начался, Ботас все еще лидирует. Хотя где-то мы это уже видели, и кажется, все там закончилось не очень хорошо. Такая вот вышла гонка, такие вот вышли гонки. Такие они вот одинаковые с виду, но такие разные по содержанию. А дальше, дальше нас ждет Венгрия. Трасса не очень любимая болельщиками, но трасса очень требовательная к пилотажу и к прижимной силе. Посмотрим, что они там нам покажут. К тому же, ждать-то уж совсем немного, буквально несколько дней, и у нас с вами снова будут гонки. Ну, а у меня на этом на сегодня все. Спасибо, друзья, за лайки, за дизлайки, спасибо за подписку и комментарии. Любите гонки и давайте вот о них разговаривать просто так, без претензий, будто бы на кухоньке. Впрочем, ладно, ну чего я ему опять это вновь рассказываю. Вы же уже и так все знаете. Более детально все спорные моменты мы обсудим в подкасте на этой неделе. И, кстати, накидывайте вопросы и интересующие темы прямо тут, внизу, в комментариях. Ну, и вообще, не забывайте делиться своими впечатлениями, мыслями о гонке. И если я о чем-то забыл, поправьте, пожалуйста, и добавьте от себя. У меня же на этом все. Пока. И да пребудет с вами сила. Пока. Красные должны страдать.